История, которую многие, возможно, будут примерять на себя, стала поводом вернуться к спорам о пределах самообороны. Житель Новосибирска приступил закон, переступив порог собственной квартиры. По крайней мере так, с точки зрения следствия, развивались события, по итогам которых мужчину приговорили к реальному сроку в колонии. Елена Макарова выслушала не только осужденного. Если бы события повторились, как поступили? А там... Так же бы поступил. Просто возможности не было у меня по-другому поступить. Даже в наручниках Виктор Гончар не жалеет о содеянном. Семь лет колонии строгого режима за то, что защитил дочь от пьяного незнакомца, ворвавшегося с треть бела дня к ним в квартиру. Так решил суд. Дверь открыла, на пороге стоит незнакомый мужчина. Он схватил меня за руку. Ну, я как бы пытался войти в квартиру. Я испугалась, закричала папу. Дремавший на диване отец бросился на помощь дочери. Его выталкивать начал. Он упирается заходить в дверь. Я его выталкиваю, вытолкнул сюда. В скором времени незваный гость, 32-летний Артём Галкин, ранее судимый за грабежи и торговлю наркотиками, скончался от разрыва печени. По мнению следствия, смертельным оказался именно удар Виктора Гончара. На мой взгляд, действия потерпевшего практически идеально укладываются в состав преступления, который предусмотрен частью 2 статьи 139 Уголовного кодекса. Незаконное проникновение в жилище, сопряженное с насилием. Учитывая то обстоятельство, что он схватил за руку и удерживал несовершеннолетнюю дочь Гончара. Но раз есть преступное посягательство, у человека возникает естественное и законное право на самооборону. Адвокаты считают, что судья выносила приговор, исходя из собственного опыта и убеждений. В современном законодательстве грань между допустимой самообороной и ее превышением очень тонкая. И где она проходит, иной раз сложно понять даже профессиональным юристам. По мнению правоохранителей, границы самообороны Виктора Гончара заканчиваются именно здесь. Когда мужчина вышел из своей квартиры, захлопнул за собой дверь и оказался на лестничной клетке. Как считают специалисты, мужчина мог защитить свою семью и своих родных, находясь в квартире. Например, выгнать незваного гостя и вызвать полицию. Когда Гончар вытолкнул потерпевшего из квартиры, то вышел вместе с ним на лестничную площадку и закрыл за собой дверь. Соответственно, он заведомо предотвратил посягательство, отпала реальная угроза опасности для жизни. Но несмотря на это, он умышленно начал наносить удары потерпевшему. Инструкторы по рукопашному бою, зная все это, теперь учат не только самообороне, но и тому, как не попасть под статью. Ведь шанс на оправдание, сегодня говорят специалисты, есть только у тех, кто серьезно пострадал. У нас бьется не кулаком, а ладошкой. То есть, если вы даже оттолкнулись или случайно его ударили, он упал, то это будет трактоваться как самооборона. Известны случаи, когда людям, чтобы спасти свою жизнь, приходилось браться за оружие. Три года назад тульский фермер Гиган Саркисян спас свою семью, зарезав троих вооруженных грабителей. Мужчину оправдали, правда, после того, как его история получила широкую огласку. Вот в вашу квартиру ломятся бандиты, оказывается, вы не можете защищать себя. Запустить их, они изнасилуют, убьют, заберут, все, вы позвоните в полицию. Это что такое? Мы должны дать возможность людям защищаться, хотя бы в жилище. Я считаю, что мера пресечения очень суровая. Здесь можно говорить только о том, что превысил ли он немного именно самооборону, потому что, повторяю, что вне зависимости от того, с какой стороны двери он находится, он защищал свою семью. Вне зависимости. А что, на улице он не защищал бы семью? В Госдуме с разнообразными предложениями, как изменить или дополнить закон о самообороне, выступали уже не единожды. Некоторые предложения, по сути, приравниваются к праву выносить на месте и приводить в исполнение смертный приговор. Мы прекрасно понимаем, что есть оружейные лоббисты, которые заинтересованы в том, чтобы каждый мужчина купил себе пистолет. Но хотим ли мы жить в таком обществе? Это вопрос большого народного обсуждения. С юридической точки зрения, говоря об институте необходимой обороны, надо сказать, что это сложнейшая материя уголовного судопроизводства, сложнейший вопрос, который уже более ста лет обсуждается, дебатируется. Есть огромная судебная практика по этому вопросу. Есть определение уже пленного Верховного Суда Российской Федерации от 2012 года. Есть еще 37-я статья о необходимой обороне, где все достаточно детально прописано. Сейчас очередную версию законопроекта о самообороне обсуждает экспертное сообщество. Тем временем в соцсетях петицию в защиту Виктора Гончара уже подписали более 6 тысяч человек. Елена Макарова, Игорь Гуляев, Илья Костин и Ярослав Зорин. Первый канал. Сибирское бюро.